Зара Владимировна Абаева В 80-х, 90-х годах национально-освободительного движения народа Юго-Сетии Представительница коренных династий интеллигенции фамилий Абаевых и Засохов Каждое ее слово, каждое выступление на народных сходах того тревожного времени Были необходимы как лоток свежего воздуха, как откровение о многовековой борьбе народа Юго-Сетии За независимость, за исконное общечеловеческое право всех народов и наций на самоопределение Зара Сападуевна, с нами рядом сидит наша современница Зара Баева Известная общественная деятельница Представитель, яркий представитель нашей интеллигенции Скажите о ней два слова Я вот так хочу видеть зоны Зара Владимировна Филологу, мою автозакон широко образованный Уверху ее зоны, она очень знаменитая… Постани, даже инспектор учеников с украшением и прием, мы просто возвращаем к его созданию И, такой, человек одах в Então, не пытаться за слабое в жизни и а и 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 Я не хочу. Я не хочу. Я 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 хочу. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о своем дяде, который был меньшевиком. Как его по имени, по фамилии, ваш дядя? Александр Григорьевич Досохов, который в 1937 году получил орден Ленина за свою деятельность, за свою деятельность как геолога в Южной Осетии. Он был основателем, благодаря его раскопкам и так далее, работам, живет Квайса, жила Квайса. Это вот Иван Сховребов тоже издал книгу Квайса, и он там есть, об этом там есть. Это есть в разных работах о том, что именно... И в конце концов, советское государство в Москве, после его доклада была конференция геологов. Это зафиксировано, это можно в интернете посмотреть. Он сделал доклад, и после его доклада ему присудили. И осетинская диаспора собралась, чтобы его поздравить. Поздравить в доме Азы Ханикаевой. Потому что к тому времени самая большая квартира была у Ханикаевой, вот Азочки, алмазовой Ханикаевой, которая перевела Дюми Зиля. Которой мы очень тоже обязаны, кстати, ничем ее как-то не наградили до сих пор. Она написала и на Анартовском эпосе. Но что я хочу сказать. К этому времени, на Колхотной площади они жили, была самая большая квартира у них. И решили осетины собраться там. И там их поздравляли. И мой дядя об этом вспоминает. Что опоздал Вану Абаев, дедушкин брат, опоздал на это. И он его специально потом повел и так далее. Вот я это точно знаю, почему я говорю по воспоминаниям. И это настолько он был патриотичен, что уже меньшевик или большевик так не имело значения. И недавно я прочла в записях моего дяди воспоминания, что интересно, что в газете, в меньшевицкой грузинской газете, было написано, что Ротен Гоглоев и Александр Дяти, Александр Досохов называют себя меньшевиками и работают на большевиков. Ты знаешь, да? Да. Вы недавно мне говорили, рассказывали, что несмотря на то, что одни были большевиками, другие меньшевиками, но идейно составляющие... Они работали на Осетии. Это было процветание Осетии. И на Осетию они работали. Да. Но они видели разные пути. Вы это хотите сказать? Да. Они не пути даже выбрали. Они, может быть, какими-то... Такой, действительно, профессиональный революционер. Отход. Россия... РСДРП. Что это такое? Российский социал-демократический парк. Революционный. Это... Люди были... Люди революции. Да. Ну, разных каких-то оттенков. Оттенков. Даже я не могу сказать путей. Разных тактик. Оттенков. Понимаете? Да. Кто-то был за более строгое. Кто-то был, что можно более широко. Кто-то говорил только о пролетариате. Кто-то говорил о сельском хозяйстве, поэтому о крестьянстве. Кто-то был против того, чтобы всех раскулачивали. Надо было крупных кулаков, но не всех раскулачивали. Там были маленькие такие какие-то. Не маленькие, но потом которые сыграли трагическую роль в этом. Но я хочу сказать, когда мы называем самые для нас святые, я хочу сказать, святые имена, такие как Рутен Гогловев, такие как Тибилов Александр, именем которого наш университет, такие как Петр Гулич Тедеев, который у истоков нашей культуры долгие годы находился, был и находился потом. Это святые имена. Никто больше них не сделал для Осетии. Но это не были большевиками. Но они были за Осетию, и они были социал-демократами все. СР тоже социал-революционеры. Расшифровка. СР, когда говорят, страшная вещь. Почему? Потому что потом их всех расстреляли. Понимаете? И они стали враги народа. Мой отец, который был с самого начала большевиком, который в Боргустане участвовал и так далее, и так далее, и так далее, и который написал работу, докторскую свою работу, «Национализм малых наций», а в скобках что он написал? А в скобках он написал на примере Грузии. И он знал, когда начались эти репрессии, что он не останется живым. И действительно его расстреляли. Их всех расстреляли. И эсеров, большевиков, меньшевиков, всех, кто хотел хоть немного говорил об Осетии, поднять ее уровень. И тем более, если говорил о воссоединении. Воссоединение – это была страшная вещь. Осетины жили этой идеей. Они думали, эта идея почему? У меня мурашки бегут. Строка Рутена Гоглоева, что он пообедает здесь, а поужинает в Северной Осетии, она стала как лозунгом для Осетии. Ты понимаешь, какая вещь? Я не представляю. Я не представляю. Вот здесь выступала наша сотрудница Лива. Она пустила такую фразу обо мне. О чем бы Зара ни говорила, она кончает всегда 37-м годом. «Меня надо понять. Меня надо понять. Меня надо понять. Потому что мой отец расстрелян. Я живу всегда вот это… И когда я вижу фильмы или о чем… Даже слушая тоску, арию его… И вот я умираю, да, приговоренный. Я всегда слышу голос своего отца. Потому что его где-то расстреляли. Но я, когда здесь был Дзизоев, который пишет нашу историю, он знаменитый историк наш, Валер Дзизоев. И он здесь выступал. И он первый сказал слово против Сталина. Что Сталин сделал все, чтобы уничтожить наш интеллектуальный и не только интеллектуальный мир. Я к нему подошла и сказала. Я говорю, Валерия, я прощаю Сталина, что он расстрелял моего отца. Но я ему не прощаю одну вещь. Что он никогда не сознался, что он остин. Бог с ним не сознался и не надо сознаваться. Но тем самым он сделал нашу нацию, наш народ старостепенным. Уже мы тоже, эти люди попроще, которые стушили, и для них Сталин был все, они почувствовали, что не надо говорить, что я осетин. И они огрузинили. Вот в этом была самая, может быть, такая страшная вещь. Какая вы удивительная женщина. Как вы это правильно подметили. Вот какие вот вещи. Просто удивительно. На что Валера сказал неправда. Нельзя прощать так просто. И мы привели такой пример. Когда мы говорим Эмиль Золя, то мы всегда за этим видим тот процесс, который был. «А что же, мы хуже французов, мы меньше любим свою родину. Это честь». Я бы не хотела говорить, вы можете это оставить, можете снять. Но существует завещание или как Василия Ивановича Абаева. Мы считаем, что Абаев... Да, второе солнце, как сказал Габараев Сослан. У нас на горизонте два солнца. У всех одно, а у нас два. Он пошутил, наверное. Что Коста и Васоба. И вот Василий Иванович в своем завещании, и не только завещании, но в письме к Нафиджу Шоеву, написал, «Пока не будет Нюрнберга в России, Россия не очистится от 1937 года». О том, когда миллионы людей, миллионы спорят. Так легко спорят. Одни говорят, «Да нет, не четыре миллиона». Нет, там два с половиной. Некоторые говорят, «Один миллион только». Как будто миллион – это так мало. Миллион с чем-то. Там есть цифры, у меня они выписаны. Как по-разному подсчитывали. Понимаете, кто что. Ну, хорошо. А куда делись те расстреляны? Я извиняюсь. С тем, что они посажены, четыре миллиона, соглашаются, потому что бумаги есть. А расстреляны – не на все бумаги. А я спрашиваю, а куда делись эти три миллиона других, которых посадили? Скажите несколько слов о своем отце. Дело в том, что мой отец очень рано потерял своего отца. Дедушка, значит, отец моего отца был священником. И он женился на дочери священника Санакоева Григория. Люди, любовь. Там интересно, у Санакоева Григория были три дочери. И назывались они Надежда, Вера и Любовь. Вот. Любовь была моей бабушкой. Вот. И очень рано скончался мой дед. И десять лет моя бабушка была вдовой. И вот через день мой отец учился в гимназии, в Горийской гимназии. Уже ему было достаточно лет, там восьми лет или когда я это понимаю. Но к этому времени моя бабушка встретилась с Жиоевым Николаем, который имел здесь небольшой магазин тканей. Ну, у него было три дочери, две дочери болели туберкулезом. Это был бич Осетии, кстати, туберкулез. И вдова моя бабушка по соседству жила. Она помогала, ухаживала за его детьми, что, в конце концов, привело... Он потерял их все-таки, двух дочерей своих. И вдова, и сочувствие, и какой-то... Это сблизило их, вот что я хочу сказать. В конце концов, она вышла за него замуж. Таким образом, мой папа оказался в доме Жиоевых. Ну, по тогдашним этим Абаевы решили, что это не дело. Да. И приехали, и просили мою бабушку отдать Абаевского мальчика. Она не хотела. А мальчик тоже, как мама, так и не собирался. И тогда Абаевы пошли на хитрость. Они знали, что если они возьмут моего отца в Саба, это близко. И такая женщина, как Любовь, дойдет до Саба и вернет своего сына. И тогда они решили послать его в Коб. Отец Василий Иванович решил его взять к себе. Понимаете? Ну как? Мальчик держится за свою маму. И тогда он пошел на хитрость. Он сказал моему отцу, ты знаешь, мы привели лошадь. Это твоя лошадь. Она тебя будет ждать. Вот мама не хочет, чтобы ты был садником. А ты, говорит, все-таки эту лошадь от нас возьми в подарок. Мы будем ехать обратно мимо вашего окна. А ты прыгнешь и прямо сядешь на лошадь. Я подведу ее. Что сделал мой отец? Мальчишка прыгнул с огна. Его посадили на эту лошадь и повезли в Кобе. Они были одногодки с Василием Ивановичем. Поэтому особая дружба была у Василия Ивановича с моим отцом. Ну я хочу дальше рассказать или нет? Про эту историю скажите. Василий Иванович вспоминал такую вещь. На их доме отец любил вырезать по дереву горячим. И он вырезал. Здесь жил, учился и мучился Ладу Абаев. Мы с Василием Ивановичем, когда поехали в Коб, я прочла. Мне было очень неприятно, как ты живешь и пишешь на их доме. Здесь жил, учился и мучился Ладу Абаев. И Василий Иванович мне объяснил. Он сказал, ты знаешь, что он учился в гимназии. А когда приезжали сюда, он учился в сельской школе. И вот мы сидели рядом, он все знал, а для меня было вновь. Мне было интересно, ему было не интересно. 37-й год почему вот таким трагическим образом сказался на нашем народе, на нашей интеллигенции. Скажите, Ваших многочисленных родственников, около 30 человек, все были репрессированы. Скажите об этом. Все три сестры потеряли своих мужей. Если начнем, то муж первой старшей сестры мамы был железнодорожником в Баку. Он водил, это тогда машинист, это была большая должность, он водил паровозы, вагон состав. Там очень интересная биография, но сегодня я не буду об этом говорить. Но биография Василия Джоева стоит того, чтобы о ней написать. Потому что уже там он очень проявился. Как это? Он приехал сюда, в Осетию, и здесь был... Нет, он арестован был там. Да, это неправда. Он был арестован в Баку. Все-таки в Баку. Кстати, за большевизм в свое время, да. Ну так вот получилось. Да. Второй муж был братом Александра Джатьева, Антон Джатьев. Кстати, Александр Джатьев вначале был толстовцем. Он не был революционно настроенным. Но Антон младший, он был на Кавказском фронте. И вы знаете, что фронтовики, которые вернулись потом на Первой империалистической войне, они подняли народ. Офицеры даже. Офицерство революционное приехало. И он каким-то образом задел идеологические и духовные струны Александра Джатьева. И Джатьев потом вырос вождя нашего, да. Вот так вот. А Антон в свое время кончал технический вуз в Москве. И потом был повторгом и заместителем ГПИ в Тбилиси. ГПИ в Тбилиси. И я вам показывала этот, или собираюсь показать фотографию, где вычеркну общую фотографию всех преподавателей и студентов. И там все преподаватели, буквально все, зачеркнуты. Они были арестованы. И остался один Джатьев, которого тоже потом арестовали. И, между прочим, моя тетя говорила, самым умным был твой отец. Я говорю, почему ты это говоришь? Потому что, когда в Москве шли вот эти процессы против врагов народа, то присылали стенограммы. Он был повторгом в ГПИ. И у него были стенограммы. И он зачеркивал. И когда мой папа пришел, он его застал, что Антон зачеркивает и говорит, Владос, с кем мы работали? И он зачеркивал врагов народа московского процесса. И мой отец сказал, Антон, не торопись, скоро нас начнут зачеркивать. Вот это он сказал и Ваваль. Его супруга, моя тетя говорила, твой отец предугадал вот это. Но это предугадание было и в том, что я вот сказала, он эту книгу написал такую. И он был в Москве. Он преподавал в университете, назывался университет трудящийся Востока. Там все наши деятели там или кончали, или преподавали. Дедушкин брат преподавал на трех языках в этом университете. На французском, немецком и английском. Василий Иванович когда-то сказал, он знал столько языков практически, что я ему в подметке не годился. Василий Иванович о себе редко говорил. Он знал в себе цену Василия Ивановича. Он не был таким. И вдруг я слышу такой рассказ во время войны. С фронта вернулся врач Кулумбегов был такой. И он рассказывал моей тете, у нас в доме, в Тбилиси это было. И он рассказывал о моем отце такую вещь. Когда-то в 37-м году я попал в горе. Должен был куда-то ехать. Рано утром. Никого не было там на вокзале. И там убирали столовую. Тогда не рестораны были. Это привокзальный ресторан. Я смотрю, фигура одна только сидит. Я подошел, смотрю. Мой отец Ладо Абаев. Я его спрашиваю, что ты здесь делаешь? И он мне говорит, я еду в Цинвал из Москвы. Ты с ума сошел? Все уезжают из Цинвала. Там аресты. И тогда он ему показал. Ты знаешь, как в пасть удава, змеи. Кролик сам. Удав гипнотизирует кролика. И кролик сам. Вот я знаю, что меня арестуют. Но я еду. Он не разрешил себе уже жить в Москве. И бояться, ты понимаешь. И он приехал. Он приехал и ночью, это я хочу рассказать до конца, раз вы спросили меня. Он приехал и ночью же выехал в Тбилиси попрощаться со своими родственниками. Кстати, я тоже в Тбилиси была тогда у моей тети. И пришел его арестовывать Ладыко Санакой. Был такой. Все его знают. Я ничего не открываю. И он сказал, Ладо ко мне. Я мог. Моя бабушка авто. Он дал мне. Калачил. У нас есть сведения, что он вернулся из Москвы. И он подошел к кровати и поднял покрывало. Я думал, что Ладо там встретился, что ли. И тогда моя бабушка ему сказала, И я отказался мне – это не надо было. А я не понял, что ли. А я не понимаю. Он говорит мне. Я не знаю. Я не понимаю. Я не вернулась и не то. Мне тоже жилось. Я не знаю. Мне к тебе. Я не знаю. была. Кровавыми слезами оплакала. Моего отца арестовали. Берия решил его допрашивать сам. Берия Когда было совещание в Москве, на котором присутствовала Берия, вы хотели устроить террористический акт, убить его. На что мой отец сказал, террористический акт совершается против политических деятелей, а Берия должна заняться участковой милицией, как хулиганом. И тогда Берия вышел и выбил ему зубы. Это последнее, что я знаю о моем отце. Когда уже арестовывали всю интеллигенцию Южной Осетии, они уже знали, что... каждый уже знал, что за ним придут. Правильно вы говорили? Да, да, да. И как вот вы вспомнили сюжет, как один ждет в джабах и ждет... Да, это было очень интересно. Расскажите об этом. Джоэ Фосеф. Его очень все любили, кстати. Он был жизнерадостный. Но он вернулся из ссылки. Он вернулся из ссылки. И вот он рассказывал, как его арестовали. Все уже знали, что они будут арестованы. Все деятели. Вся интеллигенция знала. Интеллигенция знала. И каждый ждал в своей очереди. И все ждали, арестовывали поздно ночью или рано утром. Ну, ночью, в общем. И у всех были узелки или чемоданчики, или портфель с первым бельем, там и мылом, и так далее, небольшие. И вот арестовывают. И в джабах арестовывают. И в селениях арестовывают. А у Цепа дом был как раз в джабах, там, где дорога. И вот он садился на балконе с этим приготовленным мешочком и ждал, когда его арестуют. И вот он считал. Этого арестовали, Гасяевых арестовали, тому этого арестовали. Чего-то за ним не едут. И ему уже тяжело было каждый вечер приходить, садиться и ждать. И когда уже он решил, что всех арестовали и должны в эту ночь за ним, наконец, приехать, он сидит и ждет. И действительно, черная М-ка была так. М-ками они назывались. Машина. И он привстал, думал, и вдруг она проехала. Мадам из авто, это хорошо его словами, но камень. И он удивился, куда она опять поехала. Стал ждать, кого там это значит. И вдруг видит, эта машина везет Владимира Давыдовича Абаева. В пижаме. Владимир Давыдович Абаев приехал, почему-то остановился отдохнуть в джавах. Отойти, наверное, от этого ужаса, может быть. И был в пижаме ночью. Он не думал, что его арестуют. А я потом рассказала, почему не думал. Он был директором ботанического сада. Это мировой сад, мировой известности. Главный сад России. СССР. Да. И вот он как-то думал, что политикой не занимаюсь. Хотя он подписал советскую власть. Вот когда в 1920 году, то Владимир Давыдович подписал советскую власть от имени осечинского народа. Здесь Южная Осечинка? Да, Владимир Давыдович. Это есть идея, это написано. И вдруг он увидел его в этой пижаме. Его схватили в пижаме, увезли. И он сказал, опять мне не везет, он сказал. Он потом дождался все-таки. Но ему повезло в какой-то степени. Он остался жив. Вернулся. А вот вы еще говорили про своего дядю, который по ночам не спал. Ждал, когда его заберут. И вы удивлялись, почему он по ночам не спит. Его поздно арестовали. Его арестовали. Его послали как бы работать в Белизе. Но я должна сказать, что он не мог вынести того, что все были арестованы. Арестованы были два брата его. Антон и Ваня. Врач арестованы были. Арестован был муж сестры. Арестованы были все его друзья. И каким-то образом он остался жив. А он чувствовал себя виноватым. В кавычках я ставлю слово виноватым. Что он принес советскую власть сюда. И всех, кто боролись за советскую власть, все арестованы. И он знал, что его арестуют. И что его держат на какой-то такой этой. И он пил. Он пил. Он очень поздно вставал. А когда он жил у моей тети, то там была маленькая комната. И она была моя как бы. Там были мои игрушки. Но эту комнату дали Александру Джатьеву. И вот все. Моя тетя уходила на работу. Я оставалась с ним. И меня удивляло, что он поздно встает. Я его все спрашивала. Почему ты так много спишь? А он, наверное, не хотел даже просыпаться. А потом его забрали тоже. Вы понимаете, почему я говорю с некоторым но? Потому что этой бедеи не болели в России. Они или в Таджикистане, или не знаю. Аресты шли по всей стране. Миллионы. Нас не было миллион. Мы исчислялись тысячами. И у нас тысячи арестованы. Они не нуждались даже в обвинении. Все это такое. Но если было обвинение. Главным обвинением. Обязательно в каждом обвинении было. Кроме того, очень много значит народ. Маленький народ знает себя. И когда арестовывали, все знали, что его арестовали. Они думали, за что? Он боролся, чтобы что-то было. Занимался сельским хозяйством. Это занимался образованием. Другой занимался еще чем-то. Все хотели хорошее. Александр Тибилов, Петр Гулюч и так далее. Это можно до вечера эти фамилии называть. Они все что-то хотели делать. Так почему все разными вещами занимались, а арестовали одинаково? И народ приходил к этой мысли. Потому что они хотели хорошее для Осетии. А хорошее для Осетии осетин того времени, как и сейчас, считает объединение маленького народа в одно. Чтобы мы и звучали. Я хочу сказать, самым профессиональным революционером был Георгий Гоглоев. Это родной брат Руслана, дедушки нашего. Он был делегатом на лондонский съезд, который организовал Ленин в Лондоне. Он был с правом голоса. Сталин тогда не был с правом. Он был делегатом тоже. Но не с правом голоса. А Георгий Гоглоев был с правом голоса. Там. Понимаете, это был профессиональный, действительно, революция в Петербурге прошла везде, везде. Интеллигентнейший человек был. И он был расстрелян тоже. Он был тоже расстрелян, как все остальные. Понимаете, Петр Гулич, который был эсером, какой он был эсер? Он занимался театром, он образованием занимался. Никаких идей о революции мировой он не думал. Он думал об Осетии. Вы о нем говорили, что он в парламент Грузии заходил? Нет, это мой дядя заходил. Про кого говорили? Ну, я хочу сказать о моем дяде. Да, вот о Рутене и это. Несмотря на то, что потом у них появились сессии, я этим занята сейчас. На чем они потом разошлись. Но интересно не это. Интересно то, что вот это написали, что под видом меньшевизма они помогают этим. Было даже так. Между домом моего дяди и Санакоевым Сыро, Санакоев Сыро, памятник которого стоит за советского. Жили родственники. У меня записано кто. Я сейчас перед этим забыла. И мой дядя сообщал о том, что собирается делать меньшевистское правительство. Сообщал этой женщине, сестре. Она была сестра Сыро. Большевика. Большевика. И она сообщала ему, что надо или так, или так, или как это это. Но я в защиту своего дяди меньшевика хочу другое сказать. Для сетин меньшевик было самое страшное слово. Если бы они знали моего дядю, как меньшевика, который пришел там за подзнаменами и все, они бы его сами расстреляли. Эволюции молодые делали. Они бегали в парламент, тогда можно было свободно прийти и говорить. Кстати, он сказал, самыми крикливыми были большевики, он сказал в свое время. И Национальный совет решил выбрать людей, которые будут представлять в парламенте Осетию. И туда попали Георгий Гоглоев, который я вам сказала, Александр Досохов, Фарниев, рабочий Тбилиси. Он был как тбилисский рабочий. Кто еще, я не помню. Кажется, Колумбегов еще был. Ну, в общем, вот это пока я с вами дядю. И они были представителями. Кстати, благодаря этому даже вот дорогу хотели проложить, боролись за это. Больная была идея воссоединения через дорогу. Я считаю мальчиков, которые выступили за наш, за осетинский язык и вышли в советское время, у меня и сейчас мурашки бегут, откровенно говоря. Потому что 37-й год был страшен кровью, кровью. Но он был страшен другим. Он посеял страх. Все боялись сказать что-нибудь. Даже тот же бедный Баграт Захаревич Прим, который знал материалы нашего архива. Понимаете? Посеял в умах и душах людей страх. Самое страшное было. Все боялись. Все боялись. Все боялись своих. Я вам покажу, или показывала, когда вы у нас были, кажется, не показала. Фотографии семьи мамы Инала Поростаева, моего мужика. Она вот так вот свежая, мама есть, дети есть, а папы нету. Он был священником. И там только рука, если приглядишься, рядом с мамой, папа сидел, и там рука. И это порезали. Семья порезала. Не враги порезали. Сама семья резала. Жена режет от своего мужа и оставляет, потому что боится. Придут и скажут, а, у тебя священник, отец был. И я хочу здесь это сказать. Вы все знаете знаменитого, одного из самых больших художников нашего Южной Осетии, Хсара Гассиева. У него были арестованы отец и мать. И когда он поинтересовался, когда их реабилитировали, то в документе матери было написано, за что она была арестована. Редко, но бывали такие документы. И там написано, за связь с Исмелом Гассиевым. А Исмел Гассиев ее муж. Понимаете, жена сидела за связь со своим мужем. Это смешно, это звучит грустно, анекдотично. Понимаете? Вот такая страх. И самое страшное было этот страх, который был посеян. И вот такие натуры, например, как Гассиев, Хсар, его хватало на то, что когда он встретился с тем, кто арестовал его отца Санакоевым Ладыко, а он не просто арестовал отца, он выгнал семью на улицу. И их подобрал джатию в костах. Они ночевали там в чужой семье. И в подвале чужом жили. У Гассиевых, у Таро Харидоновича в подвале жили, где такие крысы бегали. И он его встретил на улице, на площади. Единственное, что сумел, он плюнул ему в лицо. Все. А слово, может, скажете, раз этот, и про Гоглуева Рутена? Это можно до утра о нем говорить, потому что и книга написана, Бегулаева вот написала, но до нее написал джатиев, а Рутена писал. А Рутена много писали. Гафес издал. Гафес сделал самое большое. Он издал его произведение. Гафес. Это задолго до этого. Рутен был выбран даже председателем, Национального совета. Председателем он был. Рутен звучал все время. Но я не хочу к этой теме возвращаться. Это тоже было. Надо сказать это. Надо. Надо. Потому что много доносов было неправильно. Правильно? Я против того, что их арестовывали по доносам. Их арестовывали и без доноса, и с доносом. Эти доносы иногда были. Но в семье Рутена была трагедия. Была трагедия. Я не знаю, стоит о ней говорить. Скажите. Дело в том, что брата Рутена убили. Это убийство. Но это убийство было связано каким-то образом с родством. И для Осетии того времени не было страшнее имени, чем Цуцук Гоглоев. Вы знаете это? Народ это знал. Потому что даже иногда говорят, что Цуцук там надо. А чего он был страшен? Дело в том, что какое-то время он уехал отсюда. А потом вернулся в тройке. Как шлем тройки. И склоняющий его тут. И началось вот это. Он уничтожил всех, кто мог ему противостоять. Бабушка. Бабушка моей мамы, значит, моя прабабушка была Гогол. Гоголин. И Гоглоевы себя считали как-то родственниками. И моя тетя рассказывала. Что в один прекрасный день к нему пришел Гоглоев. И говорит. Гоглоев, когда он был дан, когда он был данным, он затеял страшную вещь. Он говорит, что он должен арестовать Олега Александра Досохова. И меня позвал как родственника. А я его, говорит, уважал и любил. И сказал, когда, говорит, мы будем подъезжать к горе или к чему-то, ты, говорит, его убьешь за Сохова. А мы, говорит, скажем, что он хотел бежать, и ты его пристрелил. И вот этот бедный Гоглоев долго ночью думал, что ему делать. И пришел и сказал моей тете, найми каретку, лошадь и, говорит, езжай, чтобы я не сумел его убить. Чтобы он не сумел сказать, что он бежал. А если я там убью, ему будет... Он должен отвечать. А ты будешь свидетелем. И моя тетя рано утром, значит, уже собралась, идет. И вдруг встречает Цуцука. Цуцук тоже рано, значит, шел. И он говорит, мэхо, моя тетя. И Ваваль, ты же знал ее. И моя... это Ваваль же рассказывает. И она плюнула ему в лицо. Витадам де хоэ дзина дэнэ. Или куда? Да. Витадам де дзин. Ума цихоэ дзина. Вот это тоже было. И он сделал все, чтобы, наверное, зависть была. Наклепал на Рутена. И Рутена решили арестовать. Но потому что это был Рутен, его решили здесь не держать, а арестовать там, в России. Каким-то образом. И Рутен бежал. За границу. Самое главное, я не сказала, Рутен и Александр Досохов были побратимы с гимназических лет. В гимназии еще они сказали, что они посвятят свою жизнь служению Осетии. В этой передаче Зара Владимировна рассказывает в лицах и судьбах передовых ярких представителей ее семейной, фамильной родословной, близких друзей, родственников, родителей, принимавших самое деятельное участие в судьбе своей Родины и совершенно безвинно пострадавших сосланных, казненных в трагическом 37-м году. Чувство восхищения, преклонения возникает при общении с Зарой Абаевой, перед ее честной, бескомпромиссной, гражданской позицией, перед ее открытостью и смелостью суждений о трагических, тяжелых страницах истории геноцида осцинского народа в 20-м году, революционного движения передовой интеллигенции в Осетии у истоков становления советской власти в Грузии, о причинах и драгических последствиях чудовищных репрессий 37-го года для всего народа Осетии. Субтитры создавал DimaTorzok